всем привет с вами магазин горные вершины и сегодняшнем видео мы поговорим о кассетах и трещотках какие у них есть преимущества и недостатки и чем глобально они отличаются друг от друга собственно говоря кассета и трещотка это та деталь трансмиссии которая делает велосипед многоскоростным первое и основное отличие кассеты от трещотки это то что механизм свободного хода в трещотке спрятан внутри самой неразборной детали в то время как кассета механизм свободного хода в своей конструкции не имеет и он вынесен во втулку как мы видим из конструкции трещотка и кассета должны использоваться с разными втулками поскольку принцип крепления их ко втулке отличается трещотка прикручивается на флане стулки на резьбу а кассета одевается на барабан на специальные шлицы и фиксируется вот такой центральный гайка такое техническое решение с креплением кассеты на втулке было использованы инженерами для того чтобы разнести подшипники максимально близко к дропаутом и тем самым уменьшить нагрузку на ее ось в то время как во втулках которые используются с трещоткой подшипник со стороны самой трещотки достаточно сильно смещен к центру от дропаута что в целом делает конструкцию менее прочной это и будет являться основным из недостатков втулок которые используются с трещоткой при больших нагрузках ось втулки может погнуться или даже сломаться также к минусам трещотки можно отнести то что поскольку механизм свободного хода спрятан внутри самой трещотки, маленькая звезда конструктивно не может быть меньше 13 зубов. Также общее количество звезд на трещотке редко бывает больше восьми, обычно это 5-7 звезд. И, как видим, такое соотношение количества зубов и количества самих звезд не сможет обеспечить вам нужное придаточное соотношение. Также резьба кассеты, которая накручивается на втулку, при каждом обороте педали сама себя закручивает. И если периодически не снимать кассету, снять ее в конце концов будет достаточно проблемным. В некоторых случаях она может прикипеть так, что придется все-таки менять ее вместе со втулкой. Ну и в общем вся эта конструкция получается достаточно тяжелой. Но все же у трещотки есть и плюсы, и главным из них является ее доступность. Эта деталь недорогая, устанавливается, как правило, на бюджетные и детские велосипеды, и достать ее можно в любом веломагазине. Ну а теперь поговорим поподробнее о кассетах. На самом деле их великое множество. Они будут отличаться по конструкции, по количеству звезд и количеству зубов на этих звездах. Кассеты бывают разные от 8 до 12 звезд, и это обеспечит вам нужное придаточное число. Кассеты могут быть выполнены из разных материалов и иметь разный конструктив. Например, это может быть составная кассета или кассета, выполненная из цельного куска, выфрезированная из металла. И такая кассета, выфрезированная из цельного куска металла, будет иметь меньший вес и большую прочность. Также существуют кассеты, сделанные на алюминиевом пауке и с остальными звездами. Это также призвано уменьшить общий вес деталей. Также кассеты будут отличаться количеством зубов на звездах. Вот, например, вот эта кассета и эта обе на 11 звезд. Однако, как мы видим, количество зубов на звездах абсолютно разное. Это кассета для шоссейного велосипеда, это кассета для горного велосипеда. Там нужны разные придаточные числа, соответственно, здесь разное количество зубов на звезды. При выборе кассеты необходимо обращать внимание на совместимость ее с барабаном втулки, поскольку длина барабана на 11, например, звезд и на 9 будет отличаться. И это вы можете найти в спецификациях ко втулке. Также существуют различные стандарты посадочных шлицов на барабанах втулки. Например, XD от компании SRAM или новый Microspline от компании Shimano. И понятно, что посадочное место на кассете также будет отличаться. Также при выборе кассеты необходимо обращать свое внимание на ее совместимость с вашей цепью, поскольку на кассетах с разным количеством звезд расстояние между звездами будет отличаться. Но о том, как правильно подобрать цепь под вашу кассету, мы уже снимали видео и ссылочка на него в описании. И немного об эксплуатации кассет и трещоток. Поскольку они используются в трансмиссии открытого типа, они подвержены попаданию пыли и грязи. Конечно же, необходимо их чистить. Если этого не делать, то изнашиваться они будут гораздо быстрее и менять их придется также быстрее. И кстати, об износе. Поскольку кассета и трещотка являются механизмом, который подвержен нагрузке, со временем они будут подвергаться естественному износу. За этим необходимо следить и своевременно их менять. Износ звезд кассеты либо трещотки можно определить как визуально, так и с помощью специального инструмента. Вот на этой фотке видно, что до такого состояния звезды доводить не стоит, поскольку цепь у вас будет скакать по кассете, не будет правильного переключения, ну и вы плохо проведете время. Сильно изношенные звезды могут способствовать ускоренному износу цепи и изношенная цепь, в свою очередь, также может способствовать ускоренному износу звезд. Также еще один важный момент. Если вы будете использовать стальную кассету с алюминиевым барабаном на втулке, это может привести вот к таким последствиям, что в дальнейшем приведет к слизыванию шлицов, ну и вы опять плохо проведете время. Если вы решили самостоятельно поменять кассету или трещотку, то для этого вам понадобится специальный инструмент. Для кассеты это будет хлыст и вот такой вот съемник. Ну а для трещотки понадобится вот такой специальный съемничек под ключ. Сразу хотелось бы отметить, что в таком исполнении съемник бывает и для кассеты, однако шлицы на этих съемниках будут отличаться, и съемник для трещотки для кассеты не подойдет, так же как и наоборот. Замена кассеты или трещотки с помощью этих инструментов не займет у вас много времени. Ну и также вы можете обратиться в наш сервис, где эти работы проделывает квалифицированный веломеханик. Вот, пожалуй, все основные моменты, которые хотелось бы отметить про кассеты и трещотки. Если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете их написать в комментариях под видео, позвонить нам в магазин и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был я, Андрей, магазин «Горные вершины». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok